Иван Андреевич, удельный князь Можайский в 1432-1454 годы, князь Стародубский с 1454 года, старший сын князя Можайского и Верейского Андрея Дмитриевича, внук великого князя Московского Дмитрия Донского. Биография по духовной грамоте отца ему досталась часть Можайского удельного княжества, включая Г. Можайск. После смерти отца между 25 апреля и 28 сентября 1433 года Иван и его брат Михаил заключили договор с великим князем Василием Двух Васильевичем о взаимной помощи против врагов. Для великого княжества Московского тогда врагом номер один был их дядя Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский и Галицкий. Иван Андреевич активно участвовал в феодальной войне за московский великокняжеский трон. В решающей битве Василия II с Юрием Дмитриевичем 20 марта 1434 года, у горы Святого Николая в ростовской земле, был со своим отрядом на стороне Василия II. В этом сражении московские войска были полностью разгромлены. Василий Васильевич бежал в Новгород, а Иван скрылся в Твери у своего зятя, великого князя Бориса Александровича Тверского Александровна. Для продолжения борьбы с Юрием Дмитриевичем и его сыновьями, Василий Васильевич послал боярина Андрея Федоровича Голтяева в Твери к Ивану Андреевичу убедить того вернуться и быть вместе с Василием. Васильевичем князь Иван, не веря в возможность возвращения на великокняжеский трон Василия II, отказал ему в помощи, сказав, «Господи не государь, где не буду, а везде есть митвой человек, но чтобы на него отчины не потерял до матка бы не скиталась по чужей отчине, а всегда есть митвой». Через некоторое время к Ивану Андреевичу прибыл от Юрия Дмитриевича посол Яков Жестов, который передал ему просьбу присоединиться к войскам князя Юрия. Иван Андреевич принял эту просьбу и выехал из Твери. Встретившись в Троицком монастыре князья двинулись к Москве. 31 марта после недельной осады Москва была взята. Город отворили Юрию Дмитриевичу по распоряжению Эры Хромова. Когда 5 июля 1434 года великий князь Юрий Дмитриевич скончался, Иван вновь вернулся под знамена Василия Васильевича, на стороне которого выступал в сражении при селе Скорятине против сына князя Юрия Василия. Не надеясь одолеть соперника силой, последний решил употребить коварство. Заключил с Василием Васильевичем перемирие до утра, а затем, когда последний, понадеявшись на это, распустил свои полки для сбора припасов. Василий Юрьевич неожиданно начал наступление. Узнав об этом, Василий Васильевич разослал всем полкам приказ собраться, сам схватил трубу и начал трубить. В результате, московские полки успели собраться до прихода Василия Юрьевича, который был разбит и пленен, его отвезли в Москву и там ослепили. В 1445 году, Иван Андреевич, в составе Объединенного войска у дельных князей, во главе с великим князем Василием Двух Васильевичем, отправился против казанского царя Улмухаммеда в генеральном сражении 7 июля 1445 года. В окрестностях Суздаля казанское войско под начальством царевича Махмуда и Якуба разбило русское войско. Великий князь Василий и его двоюродный брат князь Верийский Михаил Андреевич были пленены. После этого похода Иван Андреевич перешел на сторону Дмитрия Юрьевича Шемеки. Они вместе в 1446 году заняли Москву, когда вернувшийся из плена Василий II выехал в Троицкий монастырь на Богомолии. Из монастыря Иван Андреевич привез Василия II пленником в Москву, где тот был ослеплен и отчего получил прозвище «Темный». За оказанные услуги Дмитрия Шемека дал Ивану Андреевичу Суздаль, но торжество Шемеки было недолгим. Видя приязнь народа к плененному князю в 1447 году, Дмитрий по совету Ивана Андреевича освободил Василия Васильевича и дал тому Вологду, откуда тот пробрался в Твери и стал готовиться к возвращению своей отчины, чтобы преградить ему путь к Москве. Дмитрий и Иван выступили к Волоку, а тем временем Василий Плещев с небольшим отрядом легко занял Москву. Узнав об этом Иван и Шемеки бежали в Чухлому, оттуда в Галище Каргополь. Василий Темный следовал за ними по пятам, занимая один город за другим. Поняв, что их дело проиграно, мятежники били челом великому князю с просьбой о мире. Иван согласился отступиться от Козельска, Алексина и Лисина, а Василий II обещал не мстить ему за былые обиды. Однако Иван Андреевич не доверял великому князю и потому явно обговорил условия не приезжать в Москву в отсутствие митрополита. Несмотря на все эти клятвы, в феврале 1448 год Иван Андреевич начал сноситься с польским королем Казимиром, прося помощи в борьбе за московское великое княжение, обещая подчиниться Литве. Очевидно, Казимир ответил ему отказом, ибо на следующий год Иван вновь воевал на стороне Шемяки. Пока мятежники осаждали Кострому, против них выступил Василий II. Тут Иван Андреевич вновь предал Шемяку и бил челом Василию II, получив от того бежицкий верх. Едва ли Василий II искренне верил Можайскому князю. Скорее всего он просто рассчитывал ослабить Шемяку. И действительно, едва Дмитрий Юрьевич был побежден, как Василий II повернул против Ивана Можайского, чтобы наказать того за неисправление и пошел в поход на Можайск. Тот даже не думал сопротивляться великому князю и в 1454 год, вместе с женой, детьми и всеми своими людьми бежал в Литву. Поскольку Василий II тогда был в мире с Казимиром, то не стал требовать выдачи изменника. В Литве Иван Андреевич получил Чернигов, Стародуб, Гомель и Любеч. Позже он подружился с другим изгнанником Иваном Васильевичем Клодским. Вместе они обсуждали планы освобождения отца последнего Василия Ярославича Серпуховска-Боровского, томившегося в темнице, и получение им великого княжения. Но их мечты так и остались мечтами. Семья. Супруга имя неизвестно. Дочь князя Воротынского Федора. Дети Андрей, князь Стародубский, женат на дочери Александра Чарторыйского, Семен Иванович Можайский. Источники. Полное собрание русских летописей. Зимина. Витязь на распутье. Феодальная война в России. 15. Москва. Истмысль. 1991 год. Автор субтитров. Семья. Продолжение следует...